МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему нам так важно сохранять биоразнообразие этих родственников-динозавров? В Международный день птиц занимательной орнитологией займемся вместе с автором одноименной серии книг и фотохудожником Олегом Грачевым. Олег, добро пожаловать! Спасибо, добрый день! Да, рада вас приветствовать в нашей студии. Итак, разведка доложила 26 марта в Красногорске. 26 марта у нас появился первый скворец в Красногорске. На окраине, на южной окраине Красногорска появились первые кулики. Зеленушки первые. То есть, ну, как бы птицы уже прибыли. Все, весна в полном разгаре. Вот дубонос, например. Это ожидаемое вот в ближайшее время. Черный дрозд. Это все местные жители Красногорска, можно сказать. Это не просто местные жители. Дело в том, что книга делалась исключительно в одном районе. Выбрана была локация старая Губайло. И птицы снимались исключительно в небольшом районе, в небольшом ареале, чтобы было показать, что, скажем, на небольшой территории можно найти очень много птиц. А люди их просто, как сказать, пропускают мимо глаз. Просто не замечают. Вот, например, вот эта птичка, вот эта пеночка-трещозка, она живет под землей. Люди ее просто не видят. Она в лесу где-то обитает? Или можно ее встретить вот и в парковых территориях? Нет, она обитает в основном в лесу, там, где есть немножко сырости, там, где есть кочки. То есть, она делает гнездо под кочку, маскирует под кочку. Вот, или, например, вот эти вот дрозды, вот, на картинке певча, это певча-дрозд. Эти дрозды, они, значит, увлекаются тем, что делают гнезда прямо у жителей Губайло в огородах. Это тоже пеночка, да. Ну, так они смело подходят к технике или это длинный фокус объединения? Это не длинный фокус, это терпение. Это просто, ну, нужно или птиц к себе приучить, то есть, постоянно у них маячить на глазах, и чтобы они к тебе привыкли. Вот, а потом уже, когда они привыкли и перестают сильно обращать внимание на тебя, тогда уже начинают снимать. Вот, есть еще второй вариант засидки. Вот это вот, вот эти кадры, как раз это засидки. То есть, камера поставлена, замаскирована, а я там в пяти метрах спрятался сзади. То есть, можно сказать, что вы там замаскированы под какой-нибудь куст или под что? Да, обычный камуфляж. Это вот как вот съемка в мире животных практически. Да, Николай Николаевич, который Дроздов, он как бы в детстве всех научил, как это делать. Мы просто повторяем. Вы сказали терпение. Насколько долго приходится ждать хорошего кадра? Значит, ждал вопроса. Значит, один кадр, вернее, первый кадр соловья, именно поющего соловья, он в книге есть, занял у меня два с половиной часа. То есть, на одном месте пришлось сидеть, не шевелиться, подождать, пока соловей выйдет на свое место, где он там поет, и уже сделать один кадр. То есть, два с половиной часа, один кадр, все. То есть, соловей тебя увидел, услышал, он отлетел, а тебе уже делать нечего. Все, можешь идти, следующую птицу снимать. Ну, наверное, важно не только, как долго сидишь, да, но и с чем сидишь. Какое у вас фоторужье, что за техника? Ну, фоторужье, это аналог фоторужья шарика из Простоквашина. Серьезно. То есть, у шарика было 300 миллиметров фокусное расстояние на его фоторужье, у меня 300 миллиметров только цифровое ружье. У него на пленке нет цифры. Вся разница. Я знаю, что раньше вы были адептом нашей красногорской техники. Приведу цитату. Первый свой фотоаппарат «Этюд» он получил в первом классе в качестве подарка от родителей на день рождения. Потом купили смену, а через 10 лет он уже гордо делал снимки с «Зенитом». Красногорские вести. Да, да, «Зенит». «Зенит», кстати, никуда не ушел. Единственное, что сменилась пленка. То есть, сейчас не ширпотребовский кодек или фуджи-фильм, а снимаю на английскую черно-белую пленку чисто для удовольствия. То есть, «Зенит» никуда не делся, съемки на нем не прекратились. Вы сказали «пленка», то есть, это не цифровой фотограф? Нет, не цифра, это пленка. То есть, панорамы, портреты. Людей я не умею фотографировать, а, скажем, какие-то промышленные пейзажи, то есть, те же самые птицы. Это пленка. А почему? Чем обусловлен ваш выбор в пользу пленки? Это же сложно. Нет, не сложно. На самом деле, пленка – это не сложно. Пленка – это, как сказать, на пленке вы можете делать эффекты, которые в фотошопе займут у вас много времени. Скажем, ну, минут сорок. А я ленивый человек. То есть, мне легче подобрать пленку с зерном, чтобы сделать кадр, чтобы он был зернистый, чтобы на нем была фактура, была видна. Да, разрешение небольшое, но кадр получится красивый. То же самое с цифрой. Цифру приходится выбирать только из-за того, что она очень быстро реагирует на автофокус. То есть, она, как сказать, она, вот моя цифровая камера, она адаптирована для съемок в сумерках леса. То есть, даже в инструкции в фотоаппарате у меня было написано для съемок птиц в сумерках леса. То есть, как-то так. Скажите, ну, это насколько доступная технология для вот человека, у которого есть фотоаппарат? Сегодня, как известно, если есть фотоаппарат, уже, я считаю, фотограф, да? Ну, да, самый популярный фотоаппарат сейчас – это смартфон. Да. Да, и птиц можно. На телефон можно вы имете в виду, да? Да, конечно. Конечно. Вы приручите птицу – не проблема. Если вы живете, скажем, на окраине города, на даче, вот, приручить птиц – это не очень большая проблема. То есть, нужно просто выучить, что они любят, заниматься этим постоянно. То есть, если, скажем, сейчас будет праздник, ну, День птиц, понаделали кормушек, понаделали скворечников. Скворечники, дуплянки, синичники не вешайте в одном месте, развесите по всему лесу. Так. Это привлечет больше птиц. Если вы повесили кормушку, не надо делать одноразовое кормление, там, или двухразовое. Просто, чтобы вот какая-то прилетела птичка, там, я не знаю, там, пришла белочка, там, что-то поела и ушла. Нет. Если вы повесили кормушку, извольте всю зиму, значит, кормить птиц, они к вам привыкнут. И там уже со смартфона любое, все, что хотите, хоть видео, хоть фото. Все доступно. Вот, кстати, вот эта вот зеленушка, она снята в упор. Ну, это 300-мм декадр. Да, ну, тут видно по качеству снимка. Скажите, зимой кто остается вот в пределах Красногорска, какие птицы, каких птиц можно встретить? Раньше, ну, скажем так, года 4 назад еще было проблемой небольшой увидеть птиц, которые у нас не зимуют. 4 года назад, не знаю, что случилось, значит, в Красногорске остались первые малиновки. То есть, вот лютый мороз, малиновка, которая зимует в Африке, она решила остаться в Красногорске и замечательно провела, значит, время у нас тут выжило и дальше продолжает летать. После нее, значит, появились первые черные дрозды, которые оставались на зиму, что неимоверно порадовало наших местных орнитологов. Все полезли с линейками их измерять. У вас же на размер? Ну вот, да, у моих знакомых орнитологов есть такая фишка, то есть, фотографируешь гнездо, положи рядом коробок спичек или то, что можно измерить соотношение между гнездом и вашей линейкой, чтобы узнать хоть какой размер гнезда, какой размер яиц, какой размер птицы. То есть, померить надо все. Они, да, они даже иногда вот подставляют весы, чтобы там покрошили, птичка села, ага, извесили, это все важно. Хитрость какая. Ну, хорошо, у какого размера обычно птицы? Мы знаем, что калибр самая маленькая птица. У нас, наверное, водится побольше размером. А у нас водится поменьше. Даже поменьше, чем калибр? Пищуха. Калибра 5 грамм, пищуха 5 грамм. Только у калибри немножко хвост и немножко крылья побольше, чем у пищухи, а наша лесная пищуха, которая вот бегает по стволам хвойных деревьев очень быстро, вот, она тоже весит 5 грамм и по размеру она чуть-чуть меньше калибри. Ну, чуть-чуть пожирнее, у нас немножко пуха, чтобы вот зимой не замерзнуть, вот и все, вся разница. Ну, если сравнивать, вот это что за птица? Это сойка. Это сойка, причем у нее есть имя, то есть я вам дал видео, можете посмотреть, там есть сойка по кличке Мяу, это любительница, значит, всего вкусного, любительница всей нашей улицы, вот, она, как сказать, она владела 11 языками, да, она умела дразнить кошек, собак, она умела передразнивать людей и изображать для тех, кто слишком долго спит по утрам, автомобильная сигнализация. Ну, скажите, пожалуйста, какая умная птица, да? Есть видео, если найдете, там должно быть, там Мяу как раз изображает кошку. Вот, так что... А на сколько больше вот пищухи, которую вы сказали, самая маленькая? Как пищухи, на сколько больше пищухи, наверное, ну, раз в 12. Ага. То есть пищуха это вот, это, пищуха это вот, ну, коробок спичек, ну, может, чуть поменьше, да, а сойка это, ну, вот, смотрите, вот, корпус сойки и корпус пищухи, вот так вот. Отлично, теперь мы понимаем, да, размеры. Хорошо, спасибо большое за ответ ваш. Каких еще птиц можно встретить вот в Губайловском лесу, да, и давайте определимся с размерами. Губайловский лес, он какой, где вот его граница начинается? Губайловский лес, ну, у нас, у местных, это, как бы вам сказать, это старое Губайлово и до высоковольтной линии и дальше высоковольтной линии где-то еще метров 200-300. То есть это, в принципе, считается Апалиховским лесничеством. Мы просто привыкли называть это Губайловским лесом. Можно сказать, что у границах города все почти что Губайловский лес. В центре, да, издельничества? Да, все, что в центре, это Губайловский лес. Итак, редкие птицы в нашем Губайловском лесу? Редких у нас появилось немного новых, старые исчезли, значит, из исчезнувших. Самое обидное, что исчез, зеленый дятел. Это то же самое, что черный дятел или желна, то есть это дятел размером полметра. О, Боже! О, Боже, да. То есть представьте себе красивый зеленый дятел, который отсвечивает изумрудом на солнышке. Он способен старую сосну за один день просто освободить целиком от коры. Совершенно замечательная птица. Мы в детстве пользовались ее услугами, когда делали кораблики из коры. Она все настригла, нам только подойти, подобрать, пожалуйста, вот они готовые кораблики. Она на нас внимания никакого не обращала, в отличие от желны. Желны – это у нас, как сказать, в Подмосковье одна из самых пугливых птиц. Несмотря на размер, что желна, черный дятел, тоже полметра, ну, от кончика клюва до хвоста, она самая пугливая. То есть она боится абсолютно всего. Даже если вот пришел, вот возьмем такую необычную ситуацию, пришел лесоруб, начал рубить дерево, да, а на этом дереве дупло желны. Не выйдет, пока дерево не начнет падать. Боится. Она всего боится. То есть с риском для жизни останется? Да, она с риском для жизни останется. Мало того, она еще использует своих более мелких собратьев, то есть пестрого дятла, как соседей. То есть для нее, скажем, если дупло довольно-таки большое, рядом разместится гнездо пестрого дятла, и она, и рядом вот эта вот желна будет жить в одном дупле, это нормально. Удавалось ли вам запечатлеть таких редких пташек? Да. Ну, например, очень мало народа обращает на то, что у нас есть длиннохвостая синичка. У нас ее называют белой синица. Вот. Называется ополовник. Ну, просто запоминайте, ополовник. 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 Кстати, она тоже не намного больше калибря. Она весит 7 грамм, и большинство веса у нее приходится… На желудок. Нет, на хвост. Она реальная длиннохвостая синичка. То есть она, во-первых, редкая, во-вторых, она не очень скрытная, но она… Я даже не знаю, как это объяснить. Это… Нужно идти в лес и просто смотреть. Вот пришел в лес и стоишь часами. Там вот кто-то пискнул, там кто-то пропел, здесь что-то промелькнуло. И вот смотришь, что промелькнуло. Еще из редких у нас, значит, трехпалый дятел, например. То есть это, представьте себе, обычный дятел, только чуть-чуть поменьше размером. И шапочка у него не красная, а лимонная. Ну, замечательная такая птица, которая… Ну, как, она у нас не пролетом, она у нас гнездилась. Вот. Она, так как прилетела из каких-то, ну, довольно-таки дальних лесов, я так понял, она людей вообще не боялась. То есть вот, ну, человек идет. Ну, да, я никогда не видел, что это такое. Ну, что, ну, человек, ну, бывает. Ну, ну, и ладно. Идет и идет. То есть сидит рядом. То есть можно было подойти, его просто фотографировать, что я и сделал. Вот. И пойти дальше. Из совсем редких птиц, рассказываю, это, значит, в позапрошлом году на новой плотине люди сказали, что… Выложили фотографии, что видели серую цаплю, а у Пятницкого шоссе была замечена белая цапля, это красная книга. И эта белая цапля, значит, прилетала в гости к нам в Губайло. У нас есть два пожарных водоема, было два пожарных водоема в лесу, и она, ну, судя по всему, искала какое-то место или для пропитания, или для отдыха, и она прилетала у нас над районом. Просто не успели сфотографировать. Ну, не успеваешь просто. Закон подлости. Ну, да. Ну, да. Не поспоришь. Действительно, закон подлости. Скажите, действительно, год 2020-й был сложный, был коронакризис, все сидели по домам, но вот со всего мира приходили новости о том, что природа очищается, природа оживает. Не знаю, насколько это верная информация по поводу дельфинов в Венеции, но, позвольте цитату, да. Во время жесткой фазы карантина городской транспорт производил меньше шума, что позволило некоторым птицам снизить амплитуду и минимальную частоту песен. Другие виды выиграли от снизившегося беспокойства, хотя, например, шведские кайры пострадали из-за отсутствия туристов. Без людей, которые раньше посещали их колонию, на них стали чаще нападать орланы-белохвосты. В общем, как-то коронавирус повлиял и на флору и фауну. Что можно сказать по поводу наших птиц? Для наших коренных птиц не изменилось почти ничего. То есть, в прошлый год это, как называют орнитологи, депрессия численности была. То есть, когда у птиц, по идее, должен быть всплеск рождаемости, но окружающая среда им говорит, нет, ребята, потерпите еще годик-два. У нас реально за 20-й год уродилось очень, ну, крайне мало синичек обоих наших видов. За 20-й год у нас почти полностью исчезли оба вида воробьев. То есть, у нас полевые воробьи и домовые. Вот, в городе, если в Черню кто-то ходит, говорит, ну, я слышал просто разговоры, а у нас воробьев не осталось. Там, значит, водились домовые воробьи, они исчезли почти полностью. Значит, восполняется численность птиц у нас, не поверите, у нас в Красногорске есть профессиональные орнитологи. Значит, у них специализация промышленной орнитологии. Это люди, которые вылавливают птиц в помещениях. Магазины, офисы, склады, неважно. То есть, по запросу, да, если какая-то организация? Да, по запросу, во-первых. А во-вторых, они как бы и сами ищут тоже. То есть, в 2019 году у нас завозили эти орнитологи деревенскую ласточку. Это птица, которая живет с человеком. Она привыкла, ну, построили где-то новый магазин, новый склад, деревню снесли, ласточки прилетели, им нужно где-то жить. Они, естественно, поселились в этом магазине. А в магазине смотрят, ну, зачем нам, ну, вот зачем. Ну, приезжают орнитологи, собирают ласточек и привозят к нам. Прижились? Да, парочка прижилась, значит, я скажу сейчас где. Значит, нашли мы их, по-моему, значит, пару мы нашли в Козино. Это деревня около Нахавина, да. И пару за Гальево нашли. То есть, ну, как бы парочка, привезли много. Там больше 20 штук привезли, их пар. В этом году восполнили численность воробьев в Красногорске. То есть, наши орнитологи привезли 240 штук воробьев домовых. Это за год. 240 штук. А как это, вот они сами приняли решение, что надо вот восполнить популяцию воробьев? Нет, ну, разумеется, они сами это приняли решение. Ребята-энтузиасты. Вот. То есть, в промышленной орнитологии, как ни странно это будет звучать, иногда принято не просто отлавливать птиц, а, грубо говоря, отстреливать. Да? Вот. Наши ребята этим не занимаются. У нас живут профи. Они знают, когда птица ложится спать. То есть, птицу можно поймать, когда она просто спит. То есть, зайти в дом. Самое уязвимое время, да? Да. Так, сюрприз, раз, и забрал. Вот. И ребята просто-напросто собирают этих птиц, ловят их из разных помещений и привозят в Красногорск. Совершенно разные птицы были привезены. Огромное количество, вот я говорил, воробьев, синички, ласточки. Кстати, начало 20-го года, да, по-моему, июль 20-го года на улице Светлая было огромное количество городских ласточек. Вот. Это хороший признак, посмотрим, что из этого получится. Вот. Потому что, как бы, ласточки и стрижи – это самая, наверное, наилучшая преграда между комарами и человеком. Не поверите. То есть, обычный стриж за, как сказать, дневной промежуток дня может выловить 10 тысяч комаров. Какое полезное создание. И защита какая полезная. То есть, ну, вот, есть стрижи, есть ласточки. Значит, считайте, что минимум на две трети комары, которые к вам залетают, они просто исчезли. Здорово. Чем еще полезны птицы? Вот я знаю, все любят котиков, но почему-то птицы – недооцененные создания в этом смысле. Дело в том, что птицы еще, да, не всем полезны. Во-первых, птицы – это, как вам объяснить-то, это показатель, насколько хороша природа, насколько хороша экология в районе. Сейчас птиц поуменьшилось. То есть, если за время моего занятия птицами в Губайлово было около 70 видов, сейчас осталось около 30 – мало. То есть, экология ухудшается. Это показатель. Наличие птиц и наличие количества птиц – это реально показатель качества экологии в городе. Олег, а что позволяет говорить о том, что действительно количество птиц снижается в течение какого-то периода? Потому что есть какая-то официальная статистика, есть личное восприятие, которое, может быть, искажается. Просто вокруг вашего дома стало меньше птиц. Или кто-то там где-то сказал, что где-то стало меньше птиц. Или есть официальная статистика, кто-то считает каждую особь и говорит, что ребята действительно вот здесь… Те же самые промышленные орнитологи занимаются подсчетом птиц. То есть, они видят картину в целом или они смотрят, опять же, по зонам? Ну, так как птиц посчитать вот так вот на глаз не получится. Раз, два, три, четыре, пятая, шестая вылетела туда. Да, и как считать, то есть, ребята или считают на глаз, то есть, допустим, увидел стаю птиц, посчитал приблизительно, да, или просто фотографируется из стая и потом просто считается. То есть, есть такие варианты, есть варианты, когда кормишь птиц, то есть, у них есть постоянные кормушки. И смотришь, сколько прилетает птиц, какие. Вот, у нас поуменьшилось, вот в этом году очень много народа кормило птиц, и синичек поуменьшилось, ну, наверное, раз в девять. Ну, реально, то есть, для меня это, ну, ни о чем. То есть, я привык, когда прилетает стая, там, 20-30 человек, как Дарсу в зала говорил, камень-человек, дерево-человек, животное-человек. Вот, ну, 20 птиц ни о чем. В этом году у меня максимум было 6-7 синичек, это мало, это, ну, очень мало. Может быть, они мигрировали там, где тише, не может быть? Нет, они мигрировали не туда, где тише, они, тишина, это, конечно, это очень важная вещь для птиц, когда у них гнезда. То есть, скажем так, у нас в городе, ну, я не знаю, наверное, практически нет мест, то есть, в самом, вот, в старом городе нет практически места, где птица могла бы свободно себя спокойно чувствовать. Ну, за исключением, естественно, голубей и серой вороны. Им все равно. На голубе хоть кричи, не кричи, читая ему стихи, он даже внимания не обратил. Серая ворона то же самое. Вот, а остальные мелкие птицы, да, мелкие птицы, у них, для них критично. Критично для уток. То есть, у нас до того, как переделали Ивановские пруды, у нас было постоянно три вида уток. То есть, это обычная утка была, ну, в селезине и кряква, да, серая утка, хохлатая чернить и огорь. Это были постоянные жители. Сейчас остались только кряквы, причем они не просто остались только кряквы, а взрослые кряква, которые на Ивановских прудах не будут выводить птенцов. И когда переделали пруды, у нас был всего один выводок, и тот, который пришел, то есть, птенцы вывелись не рядом с Ивановскими прудами, а вывелись где-то в подлеске подальше. Ну, мы так посчитали, поискали, значит, около парка 2 там было одно заброшенное место, то есть, они там вывелись, и утка их привела. Все. Второй выводок пришел с Красногорской платформы. То есть, они просто... Через весь город практически. Да, нет, ну, не через весь город, он там где-то около 400 метров нужно было пройти. Да, они просто прошли 400 метров и пришли на Ивановские пруды. В этом году, так как там подлеск убран полностью, там нет, как сказать, места для птиц, они не только любят тишину, они еще и любят высокую траву, они любят подлесок, чтобы их не было видно. Ну, скромные люди. Там косится трава, там нет подлеска, нет кустов, выводков маловероятно, наверное, не будет. Утки любят высокую траву, а жители, которые любят там гулять, любят газон, любят, чтобы было все благоустроено. Прекрасно, замечательно. Всего лишь нужно сделать по практике Советского Союза. То есть, вдоль. Вы сделали тропинку, допустим, да, около Ивановских прудов. Посадите рядом кусты, пожалуйста. Это уже... Достаточно будет, да, для утра? Нет, это недостаточно, но это уже привлечет птиц. Вот, допустим, до переделки площади перед ДК Подмосковья, значит, были кусты вдоль ДК Подмосковья, там тропинка была. Никто не обращал внимания, значит, что два года подряд на пересечении тропинки от ДК Подмосковья к старой конюшне, вот, там в кустах два года подряд селилась Малиновка. То есть, она просто, она выбрала себе место, там были густые кусты, на шум, ну, я так понял, ей было то ли наплевать, то ли она привыкла, вот, но в этих кустах ее никто не трогал, вот, ее никто не замечал. Она сама особо, как бы, на рожон не лезла. Замечательно, два года там выводила птенцов. Ну, мы, к сожалению, никуда не уйдем вот от этого антропологического движения, да, которое вытесняет все, и это движение идет по всей планете, об этом говорят. Во всем мире, да, к сожалению, человек вытесняет остальные классы, виды, что ж тут говорить, да? А если говорить про лес, который находится за чертой города, ну, условно за чертой, да, если взять Черневскую горку, Черневскую поляну, там тоже наблюдается снижение численности, или о чем приходится говорить? Да, наверное, тоже раза в два, наверное, раза в три. Скажем так, есть кадры у нас в запасе, когда на Черневской горке мы лет восемь наблюдали конюка. Да, то есть это было, как сказать, гнездо, в котором конюк восемь лет выводил птенцов и радовал своими огромными крыльями всех, кто катался на горке. Сейчас этого нет. Конюк, во-первых, он хищник, во-вторых, он не прочь полакомиться рыбой, вот, а вырубка, ну, скажем так, санитарная вырубка и просто застройка поляны, ну, вот конюку не понравилось. Это, во-первых. А во-вторых, исчезло очень много птиц, которые, как вам сказать, не просто любят тишину, а которые живут на земле. Стало больше народу ходить по Черневской горке после вырубки, значит, им, как вам сказать, вырубка не всегда полезна. То есть, если у вас навалено в лесу старых деревьев, много, и вы собрались делать вырубку в конце весны, ну, подождите вы хотя бы до осени, потому что вот в этих вот наброшенных деревьях наверняка кто-то живет. То есть птицы, они не все там строевыми рядами делают гнезда там на деревьях. Да, у нас огромное количество птиц, которые именно на земле живут. Та же утка на земле, соловей, почти на земле или на земле. Пеночка-тречетка вообще под землей. У нас две трети птиц начинают жизнь с земли. Все дрозды. У нас три вида дроздов в Красногорске. Рябинник, певчий и деряба. Вот они, птенцы, начинают жизнь с земли. А на земле у нас нет подлеска. Его выкосили, его убрали. Как же на Иванских прудах тоже сделали площадки. Прекрасно, ну, замечательно. Ну, вывели дрозды, а дальше-то что они будут делать? Они просто погибнут. Ну, я знаю, что на Иванских прудах, что касается популяции уток, допустим, им помогают под кормкой. Даже установили специальные автоматы. То есть там не какой-нибудь корм, а специальный корм, который не навредит уткам. Дети из детских садов, опять же, регулярно подкармливают. Как вы думаете, такие мероприятия помогают, вносят свой вклад в сохранение? Утки, утки, да. Уткам помогают. Но только если, как бы, занялись уточками, ну, сделайте какую-то программу поддержки разнообразия фауны. Ну, то есть, ну, не только поддерживать уток. У нас действительно огромное количество мелких птиц, которые вот летом бы просто радовали своим пением. Огромное количество. Поэтому зимой, я уже говорил, подкармливайте. Зимой, когда у них начинаются гнезда, дайте им немножечко еды. То есть не делать одноразовую акцию или, допустим, заниматься каким-то одним видом, а комплексно. Комплексно и долго. Шикарно. Правда такое было? Да, я участвовал в таком. И это помогало, да? Сегодня это могло бы переломить ситуацию в лучшую сторону? Понимаете, это даже переросло, наверное, в традицию. То есть вы не увидите, наверное, ни одной деревни, в которой нет скворечников. То есть наличие двух, трех, четырех скворечников в огороде – это норма. Это нормально. И то же самое, то есть люди привыкли кормить птиц той же самой зимой. Скажем, или в какой-то неурожайный год. Это тоже поддерживало птиц. То есть это не… Вы сказали, праздновать день Дня птиц, но это же не закончится одним днем. До сих пор празднуем. До сих пор строим скворечники, до сих пор делаем кормушки. Да, и детские сады по-прежнему уделяют внимание просвещению детей. Да, только вот маленькое, но, ребята, вы когда сделали много скворечников, пионеры делали что? Ну, как у нас было. Нас просто взял учитель географии и учитель биологии. Так, ребята собрались и в лес. В лес. То есть мы наделали не кормушек, а скворечников и развесили их на разных деревьях, на большой территории. Это помогает птицу. Это серьезно помогает. Важен охват, да? Охват, да. Не в одном месте, а именно охват. Отмечу, что вообще заботой о перелетных птицах, о птицах местных занимаются разные организации, в том числе ЮНЕСКО. Заботятся об этом и в рамках как раз праздника, международного праздника птиц. Есть программа «Человек и биосфера», которая отмечает праздник как важный. Вот все эти конвенции, да, как они помогают контролировать биоразнообразие здесь, на Земле? А что вы об этом знаете? Ну, на самом деле, я не особо читаю постановление ЮНЕСКО или что они там насчитали. Я просто знаю, что наши орнитологи, например, на Урале есть очень знаменитый орнитолог, старенький уже, Рябичев зовут. По-моему, Виктор Николаевич, я могу ошибаться, Рябичев. Вот, он сделал для европейской части России определитель птиц, самый знаменитый. Там всего 530 видов, чтобы люди не путались. Вот, он объяснил подробно, как распознать птицу, где она живет, что она делает и так далее. И на основе именно вот этих вот книг, те, кто начинает заниматься орнитологией, они очень легко могут посчитать сами, где и сколько, какое количество птиц водится. Этим, в принципе, и занимаются. То есть, в Москве, я знаю, есть парочка орнитологических кружков, которые именно занимаются подсчетом. То есть, у них, они реально приходят, как во всем мире, с разной оптикой и начинают считать птиц. Вот, вот, синичек столько, дятла столько, этих столько. Вот так где-то. А ваших коллег по цеху орнитологов много ли в Красногорске? Ну, вы сказали промышленные орнитологи. Ну, понятно, это их работа. А вот людей, которые действительно болеют, любят птиц, болеют за них. Вы знаете, вот, при кормке птиц, постройка скворечников, это зараза на самом деле. Это серьезно зараза. То есть, понимаете, когда показываете человеку, что вот если у тебя там есть, скажем, 10 килограмм семечек. Ну, 10 килограмм семечек для меня это где-то, наверное, только конец осени покормить птиц. То есть, я, ну, для себя я закупаю где-то от 30 до 40 килограмм на зиму, чтобы просто кормить. Вот, и когда показываешь человеку, ага, вот у тебя синичка пролетела, вот у тебя там воробей сел, вот у тебя зеленушка села, а теперь посмотри, узнаешь ли это эту птицу. И он такой, ух ты, какая я красивая. И все, тут уже не оторвать. Тут уже начинается уже постройка уже кормушек, уже постоянное кормление. Уже начинается постройка скворечников. И как бы человек втягивается сам к себе. Нужно ли летом, весной подкармливать? Ну, весной, наверное, понятно, нужно, да. Весной немножко можно, а летом... Или они сами справляются. Летом, да, желательно, чтобы они сами справлялись. Поняла вас. Вы сказали, что у нас много ворон. Серая ворона. Серая ворона. Вообще говорят, что это очень умная птица. Так же хорошо, как и приматы, определяют количественные соотношения, отличаются развитыми социальными навыками, но при этом уступают приматам способности устанавливать причинно-следственные связи. Вот что нам говорит наука на этот счет. Можете ли вы сказать, что ворона умная птица? Красногорские вороны умные. Можете ли так сказать? Красногорские вороны, да. Красногорские вороны умные. Почему можно так сказать? Ну, считается, что как бы семейство Вранова – это довольно-таки умное семейство. Самое умное – это у нас ворон. Ворон может осознанно произнести до 300 слов. То есть он может выучить человеческую речь и 300 слов может сказать осознанно. Та же самая сойка. Это тоже вороновый. Она, пожалуйста, 11 языков выучила и спокойно имитирует, и издевается над своим соседем. Кошек пугает там соседей, птиц других. Замечательная сойка и мяу. Да, вороны также проходят с успехом тест, очень важный тест на сознание, когда они узнают себя в зеркале. Да. Ворон, кстати, вороны у нас иногда тоже оставляют в огородах чисто, ну, так что, не знаю, как домашние животные. То есть они приручаются легко. То есть люди лояльны, да, к таким птицам, да? Ну, вот просто они же не милые, они же не такие милые, как котики. Это хищники, да. Вороны – это очень, очень такой, очень умный хищник, я бы сказал. Поэтому к воронам такое двойное отношение. Во всяком случае, вот, если орнитолог, он еще и охотник, то у него, как бы, складывается… Не фотоохотник, а охотник, прям, да? Именно охотник, вот. То у него к воронам складывается такое двойное отношение. То есть, да, это самая умная птица, она там, она умеет очень много, она умная по отношению к человеку, то есть она запоминает лицо. Мало того, что ворона запоминает лицо, значит, были зафиксированы случаи, когда ворона передавала знания о враге, то есть о человеке, своему потомству. То есть она говорила, а, вот, вот к этому не подходи. Лишь бы не мстили, страшно же. Да, а когда у вороны птенцы, ребята, вы ничего не сделаете, вороны защищают птенцов, они могут, ну, реально покалечить человека. Ну да, я говорю, не зря мы вспоминаем сразу фильм «Хичкок о птице». А, нет, ну, до такого не дойдет, конечно, «Хичкок» молодец, но до такого не дойдет. Хорошо. Про голубей. Расскажите, почему голубь – удобная птица? Это ваши слова, и, ну, опять же, это та птица, к которой все относятся со скепсисом, вот что-то всем она мешает, и что-то с ним все не так. Голубь – это, как вам сказать, ну, если грубо сказать, это летающая крыса. То есть она, ну, реально разносит много болезней. А удобная она тем, что она не боится человека, она может делать гнездо абсолютно где угодно. То есть любые технические этажи на старых зданиях, на многоэтажках, любые чердаки – все, она совершенно спокойно там селится. Для строительства гнезда ей много не надо. То есть если, скажем, дрозд использует, ну, грамм 300, скажем, хворста, там, и веточки какие-то, проволочки, она не использует, ну, подбирает там пух и так далее, то для того, чтобы построить голубью гнездо, достаточно, ну, грамм 100-150 веточек и плюс провода, которые накидали товарищи-автолюбители. Так. Серьезно, я не шучу. То есть есть фотографии в книге, они есть, где два гнезда голубей, обычных городских голубей, наполовину построены из провода. Да, почему нет? Городская птица в плане себе. Городская птица, да, городская птица. Можно ли регулировать численность таких птиц, да, и действительно кто-то этим занимается, есть специальные ведомства, есть, опять же, минэкологии, там, не знаю. Для регулирования численности, скажем, серые вороны, я не помню, первые, значит, сначала были правила охоты, а, по-моему, с 1953 или с 1954 года у нас в стране существует так называемый охот-минимум. Это правило для охотников. Я процитирую, 89-го года вариант. Каждый охотник обязан регулировать численность серые вороны. Обязан. Не просто там вот можно, там или нельзя, или там ему на заказ что-то сказали, там, отстрелять ворону. Он обязан регулировать в лесу количество серые вороны. Сегодня этим кто-то занимается? Прям вот приходят в Красногорский лес и стреляют? Нет, в Красногорском лесу нет, по-моему. Сейчас правила такие, что регулирование численности серые вороны – это исключительно приоритет муниципальных властей. То есть муниципальные власти решили, мы регулируем численность ворона. Регулируем. Нет, значит, нет. Только так. Понятно. Спасибо за ваш ответ. Итак, мы видим на столе книгу... Ой, простите. Кто-то придет. Птичка-синичка, наверное. Видим на столе книжку птицы Губайловского леса. Скажите, пожалуйста, на вернисаже, на одноименном вернисаже, когда публиковались, выставлялись ваши фотографии в городе, прошла информация от вас же, что вы планируете сделать книжку по птицам о Палиховского леса. Случилось ли, когда нам ждать? Не случилось. Не случилось. Дело в том, что после прокладки, как в народе называют, хабировской тропинки... Так, дорожки. Это дорожки, да, от Чернила до Красногорской платформы. Довольно-таки много птиц просто-напросто переселилось за Палиху. Мне немножко трудновато просто передвигаться по лесам и по здоровью. Поэтому нет, не случилось. Но наблюдения за птицами, которые вблизи Апалихи водятся, у нас ведутся до сих пор. Мы с ребятами смотрим, общаемся. То есть там видели ястреба тетеревятника, там ушастую сову, там болотную сову увидели. То есть это у нас между совой проходит как бы... Но об этом мы пока не пишем. Просто, понимаете, довольно-таки дорогая техника, чтобы это все снять. Во всех орнитологических определителях птицы, они нарисованы. Я спрашиваю, ну, ребята, ну, почему вы рисуете, почему не фотографируете? А ты попробуй. Я попробовал. Да, действительно, трудновато. В «Сумерках леса» очень трудно сфотографировать нормально птицу. Нарисовать ее гораздо проще и объяснить, что... То есть когда ты рисуешь птицу, ты можешь все ее вот изюминки именно вот обрисовать и сделать. На фотографии это выходит не всегда. Понятно. То есть вы, может быть, переквалифицируетесь из фотохудожников в художника? Нет, рисовать не умею. Вот вообще категорически. Единственное, что в планах это... Значит, вот как бы сама книга «Птица Губайловского леса», я считаю, что закончена. То есть это сборник всех 18 книг, которые вышли в маленьком тираже. Это 270 страниц, здесь все собрано. Здесь неисправлены ошибки. Значит, ошибки в названии птиц, ошибки в написании птиц не исправлял специально. Значит, не исправлял почему? Потому что каждый человек, который живет в нашем городе, может заняться птицами. То, что он перепутал, допустим, домового воробья и полевого воробья, не страшно. Ты, главное, занимайся. Ты ошибся, не страшно. Ты потом исправишься. Потихонечку это набирается знания. Поэтому я не исправлял ошибки, чтобы тот, кто прочитает книгу, знал, что ага, во, он ошибся, он ошибся. А потом раз так через 40 страниц. Ага, исправился, и я так могу. Никто не останавливает, вперед. Здорово. И расскажите, что за сюрприз. Сюрприз? Ага, сюрприз. Значит, мы говорили, что птиц надо кормить. Так, сейчас вылетит птичка? Нет, нет, птичка не вылетит. Птицы надо кормить. Птица любит лес. Птица любит подлесок и так далее, и так далее. А это самый простой способ, который может убить двух зайцев одним выстрелом. Это семена обычной ели, которую, кстати, мы собрали под опалихой, которая растет у нас почти везде. Пожалуйста, это семена ели. То есть вы собираете шишки, приносите домой. Летом просто кладете шишку на яркое солнце. Она открывается, и получаются такие семечки. Очень красиво. Очень красиво, да. Лепестки очень красиво летают. И сейчас наступает то самое время, когда вот эти лепестки надо пойти и раскидать в тех местах, где хотелось бы вырастить елок. Если у вас елки не выросли, знайте, что ваши семечки просто съели птицу. То есть и то, и другое. А если у вас выросла хотя бы одна елка, а вы рассыпали вот таких вот баночек, в этой баночке 70 семян. То есть вы вырастили одну елку и заодно кого-то покормили. Ну, в основном дятлов или дубоносов. Здорово. Будем пробовать. Спасибо большое за ваш совет. Да, на здоровье. Спасибо за ваше время, что пришли. Очень была рада пообщаться. Вам спасибо. Это был Олег Грачев. Всего доброго. До свидания. До свидания.